Правительство Казахстана приняло план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране. Помимо основной цели, он направлен на безопасность и всестороннюю поддержку казахстанцев и субъектов бизнеса. Об этом на заседании правительства сообщил глава Кабмина Алихан Смаилов. Он отметил, что план включает помощь пострадавшим в результате беспорядков, а также отсрочку для них по банковским займам до окончания режима ЧП. Кроме того, до 1 февраля в Казахстане будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов госдоходов. В целом, документ включает в себя 51 мероприятие по таким направлениям, как восстановление общественного порядка, социальной и прочей инфраструктуры, соцвопросов и недопущение необоснованного роста цен. Отдельно Алихан Смаилов остановился и на мерах по снижению нагрузки на бизнес. До 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов госдоходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю. Совместно с Нацпалатой Атамикен планируется разработка и принятие программы повышения доходов населения. Хочу отметить, что вопрос повышения доходов людей должен быть самым главным для нас. Любой план, любая программа должны быть нацелены в первую очередь на повышение доходов казахстанцев. На всех уровнях управления эффективность работы будет оцениваться именно по этому показателю. Также Алихан Смаилов подчеркнул, что правительству необходимо принять более глубокие системные меры для недопущения роста инфляции. Премьер-министр поручил Миннации экономики совместно с госорганами до 1 числа следующего месяца внести в правительство комплекс мер по контролю и снижению инфляции.